Ассаляму алейкум! Семейная психология в исламе. И вместе с нами искать ответы на многие волнующие нас вопросы будут наши эксперты. Доцент Казанского федерального университета Энжа Анваровна Латыпова. Здравствуйте. Доцент Российского исламского университета Гульнас Абдуллахатовна Галевиева. Ассаляму алейкум! Заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Рустам Хазрат Хайрулин. Ассаляму алейкум! Итак. Когда слышишь словосочетание семейной психологии в исламе, у меня, по крайней мере, сразу возникает вопрос. Есть ли какая-то разница между просто семейной психологией и семейной психологией в исламе? Раз такое словосочетание есть, может стоит в этом разобраться. Есть ли там различия, да? Или все-таки это что-то единое, да? Я думаю, что надо этот вопрос адресовать специалистам в первую очередь. И мне очень было бы интересно услышать мнение уважаемой Энжи Анваровны на этот счет. Тем более, Энжи Анваровна, наряду с тем, что является доцентом кафедры психологии, также вы практикующий психолог, вы работаете с людьми. И действительно, можно ли говорить о том понятии, о таком понятии, как семейная психология для мусульман? Или все-таки это все об одном же? Конечно, специфика, скажем, психологическая специфика мусульмана определяется непосредственно религиозными особенностями, то есть и, скажем, религиозной идентичностью, а также той культурой, в которую погружен человек или семья. Мы проводили исследования, и, например, те же самые методы терапевтические при проведении консультации или при проведении какого-то группового процесса, они действительно отличаются. Предположим, если взять, например, западную модель семьи и восточную модель семьи, то есть мы можем видеть разницу и различие в том, что, например, западная модель семьи, западное воспитание предполагает достаточно, скажем, такое свободное партнерские отношения, что женщина такая же самодостаточная, как и мужчина, имеет такие же равные права, обязанности. И, в общем-то, все это уклад, все это, скажем, вся специфика, она также формирует определенный вид семейных отношений. А если мы возвращаемся к западу, то есть мы как раз видим, что здесь есть особенности свои, гендерные отличия, и эти отличия, они непосредственно связаны с тем, что мужчина тот, кто ведет. Это в семье уже. В семье, да. В исламе уже. В исламе, да, непосредственно. Это ведущее начало, то есть человеку, у которого есть направление. То есть направление в науке, в деятельности, в бизнесе, какая-то идея, которую он реализует. И, скажем, когда мы проводили исследования, да, и занятия с мусульманочками, мы как раз видели то, что мы читали суры, мы читали суры и сопоставляли психологию, скажем, практику и религию. И есть ряд сур, которые отражают то, что именно мужчина, да, во главе, значит, в семье, и он тот, за кем женщина идет. Вот. Ну, наверное, здесь вот Рустам Хазрят больше, да, может добавить в этом ключе. Вот Инжелия Анвара, мне вопрос. А вы говорите вот про западную, да, скажем, традицию, науку, академический подход, практический подход по психологии. Есть ли и в нем какие-то вещи, которые отражают все-таки вот это различие, да, скажем так, гендерное? Или то есть все они гомогены по своей структуре в отношении того, что это все-таки партнерские отношения, и здесь как бы разницы между мужчиной и женщиной не выявляется? Ну, конечно, сама установка, что женщины самодостаточны, мужчины самодостаточны, формируют определенный вид отношения, формируют определенную самореализацию, воспитание детей, то есть вклад в семью, как материальный, так и другое взаимоотношение, формирование круга друзей и так далее. То есть эта установка, она распространяется на весь уклад, на все мировоззрение человека и, конечно же, на семью. Спасибо. Да, действительно, вот главенствующая роль мужчины, да, она в исламе четко прослеживается, но, на мой взгляд, это свойство не только для исламского общества, это вообще характерная такая специфика традиционного уклада жизни, традиционного общества. Но что касается ислама, вот мне хотелось бы, конечно, услышать мнение нашего уважаемого гостя, заместителя председателя духовного управления мусульман Рустама Хазрата Хайрулина. И вопрос как раз такой, на ваш взгляд, отличаются ли, на ваш взгляд, подходы в семейной психологии именно в исламе и как в исламе в целом рассматриваются вопросы семейной психологии. Мы знаем вас не просто как религиозного деятеля, заместителя муфтия, вы очень тесно, плотно занимаетесь вопросами именно семейной психологии, вы читаете проповеди еженедельные у себя в мечети, очень тесно работаете с мусульманами и как консультации даете, насколько я знаю, в этой области. И это для вас очень такая близкая тема, поэтому было бы интересно услышать ваше мнение. Бисмилляхи рахмани рахим. То есть есть общечеловеческие ценности, так как мы все прекрасно понимаем, что можем верить в это, можем не верить, но Создатель, который сотворил нас всех на разных языках, по-разному его называя, Бог Всевышний, Создатель, Господь, Аллах, это тот, кто создал нас. Тот, кто, раз он создал нас, он знает нашу психологию. И поэтому, когда начинают говорить, что в исламе есть психология, в исламе нет психологии, ислам – это общечеловеческие ценности, в которой есть все. Есть и психология, есть и свои подходы определенной психологии. И в процессе истории, в процессе, нельзя сказать, эволюции человека, а именно в процессе жизни человека, само собой, подходы менялись. То есть в понятии ислама менялся шариат в каких-то вопросах. Приходили различные писания, приходили различные посланники божьи. Где-то что-то диктовалось, где-то что-то менялось, но общечеловеческие ценности, они остались. И сейчас, когда мы видим, что есть исламские семейные ценности, есть светские семейные ценности, есть европейские семейные ценности, и когда видим, что что-то нам извне насаждается, допустим, в масштабах Российской Федерации, те ценности, которые у нас даже в советское время, до советское время не было, здесь, наверное, мы как-то должны оберечься. И в этом вопросе нам, мусульманам, легче. Почему? Потому что в Куране Всевышний Сам говорит, и какой бы у вас вопрос ни был, вы ищите его там. Вы ищите его там, и на любой вопрос вы найдете ответ. То есть ищите в Писании. И поэтому мы, будучи мусульманами, конечно же, мы верим и знаем и убеждены, что есть психология. И как одним из главных психологов в исламе, наверное, можно привести нашего пророка, который, пусть это семейные отношения будут, да, у него множество изречений на эту тематику, где он своим видом, когда после его смерти, когда у супруги спросили, а каким был пророк? Потому что супруга, она знает лучше, чем мама, папа, дети, еще кто-то. И Айша, ради Аллаха, отвечает, он подобен тому, как Кур'ан шел по земле. То есть он своим образом показал, что это все есть, все возможно, и просто определенные национальные, определенные этнические, определенные какие-то культурные ценности, которые ислам не отрицает, они, само собой, входят. Само собой, мы чем-то можем, как татарский народ, да, здесь, в центральной России, в центральном Поволжье живущей, можем чем-то отличаться в семейной психологии от Кавказа, да, или Кавказ может отличаться от Европы. То есть, хотя и те, и те, и те, везде мусульмане, везде мусульмане, но это уже больше этническое, национальное. Рахмад Рустам Хазрат, спасибо, Рустам Хазрат. Вопрос вы мне тоже задал бы. Да, пожалуйста. Рустам Хазрат, можно ли сказать, вот исходя из ваших слов, что исламское право и там шариат предусматривает в себе ответы на все вопросы, касающиеся семейных отношений, и что любые нюансы, любые какие-то внутренние сложности, ответ можно найти, не выходя за рамки исламской науки? Само собой, то есть, что же такое, вот здесь, наверное, разобраться надо, что же такое понятие исламской науки, да, то есть, это весь наш образ жизни, это все наши действия, грубо говоря, тот компонент современный, и даже светской психологии, он, я, наверное, не побоюсь это сказать, но общечеловеческие отношения, они не противоречат исламу, и поэтому здесь, конечно же, можно сказать, что любой ответ мы можем найти, но вопрос идет трактовки, то есть, любое изречение нашего пророка можно по-разному понять, да, кавказец, он поймет по-своему, да, мы поймем по-своему, там, где-то за океаном поймут по-своему, то есть, здесь уже этнические, национальные взгляды трактовки на определенное изречение пророка. Спасибо. Вот в связи, наверное, с этим как раз и с этой особенностью, разности в трактовке связана вот такая специфическая проблема, с которой мы столкнулись в свое время, когда мы хотели запускать такой проект, как курсы по психологии для религиозных деятелей, и нам, ну, года два с половиной, три назад так и говорили, зачем мусульманам психология. У них есть имамы, у них есть Коран, у них есть Сунна, у женщин мусульманок есть, кому обратиться, это Абастаи, так что они там найдут все вопросы, ответы на эти вопросы. И странно было это слышать, и тем не менее мы рискнули, и мы обратились к профессионалам, и слава богу, что среди мусульман тоже уже были люди, которые занимаются психологией профессионально к тому времени. И поэтому я хочу вот обратиться к Лейсен. Вы практикующий психолог в Российском Исламском Университете. Вы работали с нашими студентами, к вам обращались и преподаватели. Я, будучи завкафедрой, наблюдала, что к вам просто очередь выстраивается, и люди приходят с своими проблемами, им есть что обсудить. Значит, потребность в помощи квалифицированного психолога была. И еще вот я хотела вас попросить поделиться опытом. Мы с вами совместно первый раз в истории организовали курсы для религиозных деятелей. Как вот, исходя из этого опыта, как вы считаете сейчас, нужна ли психология мусульманам, и насколько это актуально сегодня? Ну, я бы хотела заметить, что в любом случае многие мусульмане сегодняшние, это в прошлом, пусть там несколько лет назад, это обычные люди. И поэтому с багажом они идут. А сегодня они же не обучены? Ну, я имею в виду непрактикующие мусульмане, да, у них не было знаний совершенно никаких. И на сегодняшний день все равно багаж у них есть тот, который был до того, как они начали практиковать. И поэтому проблемы, естественно, у них тоже есть. Но основная проблема у любого человека, и неважно, верит он или не верит, это все-таки желание быть услышанным. И сегодня, когда мы работали немного с вами, да, с имамами, выяснилось и неоднократно выяснялось, что имамы, ну, специфическая у них работа, однако дать внимание всем они все равно не могут. Иногда не хотят, как выяснилось. И поэтому психологи в исламе, они, конечно, нужны, потому что у них есть инструменты, при помощи которых очень быстро и качественно они могут дать человеку быть услышанным. Да, то есть есть техники всеразличные, и поэтому они при помощи них дают то, что человеку действительно нужно. Ну, а при работе с имамами, я думаю, что если мы сегодня пойдем давать лекцию имамам, мы все равно сегодня хотя бы от двух людей не услышим, зачем нам психология, ведь у нас есть Коран и Суна. Практика с вами у нас была замечательная, аль-хамду-ля, я рада, что мы это прошли. Сейчас это дается намного легче, и здесь было все достаточно просто только тогда, когда научный язык, психология был совмещен с религиозными знаниями. И вот тогда вопросы отпадают, раз и навсегда нужна ли психология. То есть ислам, да, ответы есть, но читать мы ответы эти не всегда можем. А если мы совмещаем еще и с наукой, то становится иногда проще. Спасибо. Летяна, вопрос. А с какими вопросами обращались вот имамы, слушатели курсов чаще всего к вам? Ну, конечно, они сначала подходили и просили проконсультировать по семейным вопросам. По личным своим вопросам? Не по профессиональным каким-то, а именно по личным? Вот, доказательно. Окей, Ир, если вы считаете, что, точнее, получается, вот по вашим словам, что в любом случае и мусульманские деятели, и просто мусульмане должны изучать психологию, как бы это просто, скажем так, факт нашей жизни, и мы к этому приходим. А в связи с этим, можно ли сказать, что семейная психология для мусульман, она в чем какая-то специфичная, уникальная, или это та же самая психология, которую вот мы любую книгу возьмем, приобретем в магазин, возьмем любую книгу по психологии семейной, в основном они откроют, читают и можете себя воспринимать. Или же это какой-то должен быть особый, свой уникальный компонент в этом всем? Я благодарю за вопрос, потому что я действительно упустила и не отметила. Нельзя изучать психологию самостоятельно, потому что на сегодняшний день на полках книжных магазинах огромное количество, я думаю, специалисты меня поддерживают в этом, огромное количество литературы, которая друг другу даже противоречит. Изучать психологию нужно только для определенной цели. Если мы берем и мама, то понятно, его цель – это помогать людям, которые к нему приходят. Если же мы берем мужа и жену, то я думаю, что просто получать знания нужно, но изучать психологию так, как мы изучаем в КФУ, допустим, в том же самом, это ни в коем случае не нужно. Не вся информация из психологии, она правильно используется. Это такая провокационная, по-моему, вещь, что не все люди должны изучать психологию, и это мы оставляем нотку по определенным специалистам, которые в этом разбираются, как шаманы погружаются в наши головы, настраивают тонко наши механизмы. Скорее всего, я это понимаю по-другому. Скорее всего, речь идет о том, что есть теоретическая психология для тех, кто занимается исследовательской деятельностью дальше, именно заниматься этой теорией вопроса. А есть практическая психология. Это для тех, кто работает непосредственно с людьми. Ну тогда этот... Маленькую ремарочку. То есть мусульманин, любой, ну ты христианин, православный, католик, любой верующий человек, то есть мы, как мусульмане, мы на любую вещь, психология, семейные отношения, любая наука, мы смотрим через призму своей веры, через призму Кур'ана, через призму изречения пророков, мнений ученых. И здесь, пусть это даже будет в психологии, что-то, если не попадает через это, что не проходит, это значит, я как мусульманин не должен это применять у себя на практике. В той же самой семейной психологии, да, когда различные методики идут, если они противоречат, значит, это нам несвойственно, не нужно. А что касается самостоятельного изучения, здесь обратно же, то есть в исламе есть любой ответ, где говорится, если мы получаем знания без учителя, то наш учитель – шайтан. То наш учитель – шайтан, который действительно нас уведет в те дебри, где мы, к сожалению, заблудимся. Как раз много было сказано здесь о различных подходах и так далее, поэтому, мне кажется, надо вспомнить вообще философию в данном плане. И поэтому, когда вот изучаете философию, она выстраивает ваш разговор, ваши мысли. И поэтому здесь надо просто сказать об одном – вы все говорите о неком ракурсе. Вот понимаете, здесь важен взгляд. Вот вы хотите решить какую-то проблему, проблема задает вам направление. И в данном смысле, когда мы говорим о некой мусульманской психологии, да, и так далее, это всего лишь ракурс, понимаете, мы можем об этом говорить, потому что мы взяли этот ракурс. Мы не говорим о том, что это есть мусульманская психология, да, мы хотим найти. Но профессионализм заключается здесь именно в этом. То есть вы хотите захватить ракурс, но никогда не говорите, что это единственный ракурс. Есть другой ракурс, другие мысли, да. Вот когда говорят о том, что, например, психология важна, да, сама по себе психология беспомощна. И когда вот начинают говорить о некой мусульманской психологии, хотят ее выстроить, хотят ее сказать, что она вот уникальный инструментарий. Но здесь, понимаете, жизнь нам говорит о том, что нельзя вытянуть только одно, взять только одно. Например, правильно было сказано, что у каждого есть некий бэкграунд, да, за собой. И вот он пришел в религию, да, и на него же этот бэкграунд влияет. И вы его сможете схватить другими инструментариями, которые для него важны. Например, та же самая психология. Но психология – это не единственный путь и единственное как бы решение. Поэтому здесь правильно было сказано, например, нельзя изучать что-то самостоятельно. Всегда помните, что есть профессионалы. Но и было сказано о том, что, например, профессионал превращается в некого шамана. Нет, он не шаман, он выстраивает вас. Потому что, например, не обязательно учитель-шайтан, да, когда человек сам пойдет, да. Это не обязательно, то есть вы пойдете не в том направлении. Но когда вы обращаетесь к профессионалам, 99%, что вы дойдете. И знаете, что есть некие уникальные, да, люди. Вот бывает же, просто человек жил, да, у него вот практика такая. Он это изучал, то, и вот случайно он дошел. Это бывает. Если вы скажете сразу, что это не бывает, да, найдутся, вот, вытянуть этих людей и скажут, вы, вы абсолютно это тут неправильно говорите, да. То, что надо не забывать, да, об этом. Что есть уникальные такие вот люди. Поэтому, да, вот, ракурс важен здесь. И с этой стороны нам надо тоже помнить и думать. Спасибо, сейчас, да, минуточку. Спасибо, Рамиль. Очевидно, да, правильно вы подметили, что если есть руководство, если есть направляющие, меньше шансов плутать в потемках и больше шансов меньше совершить ошибок, конечно же. Гульнас, вы хотите в продолжение нашей темы, да? Да, добавить. Ну, пожалуйста, да. Я не слушаю. Дело в том, что ключевой, ключевым термином в исламской системе просвещения образования является понятие адапт. То есть формирование добра, ну, добра очень высоко нравственной личностью. То есть и техники, психологические техники нужно использовать именно с целью формирования нравственных качеств. Тогда здесь отпадут вопросы. И это методический вопрос. То есть вопросы преподавателя, которые адаптируют. И подтверждение всем техникам, которые будут формировать нравственные качества, которые способствуют человеку, помогают ему в жизни, в разных сферах. Таким образом, подтверждение этого можно найти и в хадисах, и в Коране. И поэтому вопросы отпадают. То есть это подход к психологии как инструментарному, да? Да, как научный подход. Наука ищет подтверждение, подтверждает религиозность со стороны, подтверждает вот как раз практика. То есть в таком случае вопросы будут отпадать. Поэтому здесь нужно, чтобы был научный подход. Научный методический очень нужно. Спасибо. И как раз вот этот подход, я предполагаю, вы использовали во время организации проведения вот наших недавних курсов. Мы про них еще поговорим. Но я хотела бы в продолжение вот реплики Рамиля все-таки. Спасибо за ваш вот такой призыв расширить ракурс. Я предлагаю сделать это прямо сейчас. И хотела бы обратиться к вашему гостю, уважаемому Джуну. Вот я очень рада, что вы сегодня участвуете в нашем разговоре, потому что вы, допустим, сами такое олицетворение, такого широкого ракурса подхода ко многим вопросам, в том числе и к тому вопросу, который мы обсуждаем сегодня. И, ну, во-первых, вы родились в Соединенных Штатах, да, я поняла. Сейчас вы живете в Казахстане. До этого, как я понимаю, вы жили во многих странах и также работали. У вас очень уникальная, интересная семья. Трое детей с такими удивительными именами. Может, вот мы с этого начнем? Сначала вот про себя скажите, про вашу семью. Почему вот такие имена удивительные, да? И в том числе ваше видение, ваш взгляд на обсуждаемую сегодня проблематику. Ну, если говорить о моей семье, то сначала надо отметить, что моя жена, она японка, и она тоже специалист по этому региону, то есть по казахам, по казахской музыке. И мы в этом контексте, мы познакомились и начали свой жизненный путь вместе. И как появились дети, у нас стоял вопрос о именах, да, и я как специалист по иранскому и тюркскому народам, я начал думаться о вариантах. И первая наша дочка, мы дали ей имя Махру, это персидское имя, которое значит лунное лицо. Ну, моя жена, она больше к тюркским народам, и она настаивала, что наш сын должен, ну, как второй ребенок, должен иметь тюркское имя. И мы искали, который работает в японской среде и в английской среде, и остановились на имя Канат. Канат, который значит крылья. И третий наш ребенок, уже наша дочка, она принимала участие в этом вопросе, и она настаивала, так как у нее луна и крыло уже, это все должно быть связано с небом. И наша третья дочка, мы дали ей имя Ситора, это звезда по-таджикски, персидски. Ну, и мы сейчас живем в Казахстане, они видели очень много в разных странах, и мы сочетаем разные культуры, наш домашний язык японский. И в связи с этим, конечно, приходится найти путь, да, и семья всегда это стоит, как вопрос, как найти себе путь, как строить отношения, как воспитывать детей. Да, вот действительно, вот это такой широко ракурсный такой взгляд, в том числе и на семейные отношения свои, да, и на мир. Вы специалист по Центральной Азии, и вот в связи с этим, вот интересно было бы увидеть ваш такой сторонний взгляд на нас, вот так скажем, да, на жителей нашего региона, на татар, на русских, вот про их семейный уклад, вот их семейная психология. Есть ли что-то специфическое на ваш взгляд, что бы вы могли отметить? Ну, я первый раз приехал в этот регион, в Среднюю Азию, уже в советское время, в 1986 году, и хотя некоторые утверждают, что религия вообще исчезла в Советском Союзе, некоторые утверждают, что это жило, но, конечно, были люди, которые хотели со мной общаться по религиозной тематике, хотя это было опасно политически в советское время с иностранцем обсуждать эти вопросы, но я как человек, который приезжает в регион в течение многих лет, я вижу большой процесс изменения, и после распада Союза, и как стало возможно больше развиваться религиозной жизнью, люди стараются найти свой путь в религии, в том числе и в исламе, и, конечно, тогда стоит очень много вопросов перед людьми, как можно оперировать на местные традиции, на общие исламские традиции, и что важно на самом деле. И, например, есть склонность думать среди некоторых, что позиция женщин – это второстапенная в исламе, но другие утверждают, не столько в этом регионе, а в целом в мире, которые утверждают, что ислам именно направлен на то, чтобы поднимать женщину и уважать ее место в жизни, и вокруг пророка были очень сильные женщины, на самом деле, не то, что они второстепенные. И если смотреть на те образцы, те идеи, которые присутствуют в исламе, то можно разные идеи найти, и перед народом в этом регионе, с тех пор, как официальный отъезд ушел, ищет, куда направляться в этом отношении, и очень много вопросов стоит в связи с этим. И для меня, как специалиста, это очень интересно наблюдать, как люди решают эти вопросы, как находят для себя решение. Один интересный момент. Часто, когда речь идет о исламской семье, поднимается вопрос о многоженстве. И интересно, что это появляется как первый вопрос, как будто это основа ислама. И мне кажется, что именно те люди, которые достаточно поверхностно относятся к исламу, они именно думают о том, что теперь можно узаконить то, что было запрещено раньше, и не настолько глубоко смотрят на это. Тоже вопрос о разводе, особенно, что касается мигрантов из Центральной Азии, которые работают в России, допустим, ну, некоторые считают, что ислам позволяет очень легко разводиться. Но это не то, что это было в исламской традиции. То есть, и в связи с тем, что люди сейчас ищут путь и решают все эти вопросы, то, конечно, возникают разные идеи. И как ислам более устойчиво обосновывается в обществе, то более приемлемые идеи будут развиваться, мне кажется. Но это мы в этапе развития еще. Спасибо. Спасибо, очень интересно. И действительно, что касается роли женщин в исламе, вы очень точно это подметили. Но особенно для нашего региона это заметно, и это трудно не заметить, что женщины у нас, ну, у татар в частности, да, очень активны, очень деятельны. И не случайно, когда мы вот организовали курс ресурсным центром нашим по развитию исламского и исламовического образования, курс по подготовке семейных психологов с учетом традиции исламской этики, в первый курс был все-таки женский, потому что женщины у нас очень активны, особенно у нас есть такая специфическая очень феноменальная, я бы сказала, категория, как Абастаи, которые действительно очень активны, общественную деятельность такую ведут. И одной из организаторов и разработчиком программы этого курса была Гульнас Абдуллахатовна. И, Гульнас, я хотела бы вас попросить поделиться как раз опытом проведения этого курса. У нас здесь есть сюжет как раз об этом курсе. Может, мы небольшой перерыв сделаем, посмотрим его, может, не полностью, но частично хотя бы, да, для представления. Мусульман гайлелариня психологик ярдем курсата алырдай билгишлериня азирлийлер. Оларының кубысы мәщит қоршында ашли, ондай ревши гайлелар габулышащақ. Дуғанларынада ярдем кулын созарат левшилар юқтугыл. Бірінші дәрискә 80 киши килді. Иштирувшилар куб дегенді 50 киши болыр, деп, уйлаған. Кубышрақларда мусульман яшлары гайлая қырабыз, деп, уйлағанда, біз енді мусульман, біз енді Аллах тағыла қоғидалар бұйынша яши, біз барысыда дүрес, олда гіл бұлашақ, деп, шынды иллюзияда бұлалар. Әләкін тұрмыш үз тәләпләрін кетірі, күрсәті, хәм кубышрақларда фажиғалы бұлып шыға, әтті яш ғойләләрінің да давамы. Изюминка его состоит в том, что здесь интеграция, религия, педагогики, психология, медицины. И дает конкретные практические рекомендации. Кұрысларда абыстайларда, дүнияуи психологларда дәріз берешек. Этіңлаушылар арасында хәтті имам хатипларда бар. Бүлімістерге бір қайшанда сын түгіл. Ең біріншіратта ғайлімсізлік аңлап жеткірмі, ғайлә тұрмышын аңлап жеткірмі, әрхам хатын вазифаларын енді дүріс рауштанға жеткірмі үліктен. Енді шылай ақымында социал факторларда, башқа факторларда, әмін әкім, имені мүсілмің қайләрді дегенде. На мой взгляд, это недостаток сөйтеки знаний исламызки. Сабираты Расиеве Чүтубян Вартыдан келген. Раси Ислам Институтында білім ала. Өзі ұрыс милетінден бұлса да, ислам динің қабыл иткен. Әлік Ирины бұлған бұлса, қазір өзін сабира дейіп таныштыра. Туған шәхәріне қойыты, бандағы мүсілміңларға ердә мүйтуаның мақсаты. Хисілерге берілмеске үндейіл. Чувство, это просто эмоции, они сейчас есть, завтра они изменятся, они могут измениться в любую секунду. Курслар апреля зағына қадар дәваметәшек. Дәрістерге ерген күшілерге мақсус сертификат топшырылашек. Эйтірге керек курслар тулысы білім бұшлай, илі алты сағат кейсепленген. Тілеген күшілеріне Козан Федераль-Университетінің Исламы ғарифын үстері ресурсы зәгінді кытып қалалар. Вот такой вот сюжет был про наши курсы, и действительно, курсы оказались очень резонансными, очень востребованными. Теперь наши слушательницы с нами очень плотно общаются, но конкретнее об этом я хотела бы, чтобы вы рассказали бы о нас. Проект «Подготовка семейных психологов с учетом исламской этики» проходила в нескольких этапов. На первом этапе, как я уже сказала, мы использовали научно-методический подход. Первым этапом, прежде чем создать программу, мы проанализировали причины разводов. То есть мы изучили анализ литературных источников, проанализировали, почему с разных сторон. То есть среди мусульман, среди этнических мусульман. То есть посмотрели и увидели картину, что на первом месте причины развода стоит отсутствие взаимопонимания. Примерно 40% разводящих указывает именно эту причину. То есть финансовые трудности оказались на последнем месте. То есть материальные и финансовые трудности не являются причиной. Вот стереотип есть такой, что на втором месте причина была измена, так как, я говорю, были не только мусульмане. Третья причина была алкоголизм в семье. То есть практически вытекают друг из друга эти причины, можно понять. И уже на последнем месте стоя... А, последующая причина была вмешательство родственников. И последняя причина была финансовые трудности. И по каждой из этой причин мы выделили, сделали раздел. То есть раздел, соответственно, в процентном соотношении, если причина на первую причину больше, мы больше часов уделили. И в процентном соотношении уделили часы, количество часов. И выделили теоретические лекционные занятия, общие основы, которые рассказывают. И практические занятия, тренинги. То есть на отработку конкретных практических навыков. То есть для того. На втором этапе мы запустили этот проект. То есть собрали аудиторию, работали, внедряли эти лекции. Вели обратную связь и следили за изменением состояния. То есть видели, как это работает. Третий этап. Мы проанализировали, провели анкетирование. Сравнили входную анкету. В выходную. Была установлена обратная связь. Отчеты в виде отчетов. Писали отчеты. То есть по каждой технике, которую они выполняли. Как работало, какие у них изменения проходили. То есть и это фиксировалось. Кроме того, использовались. Ну, арт-терапия использовалась. В качестве диагностические методики различные. То есть отслеживали, да, состояние дополнительной. Жанна Вороновна мне. Получилось так, что мы ожидания, ну, результаты превзошли наши ожидания. И причем даже не по тому критерию изначально, которому мы рассчитывали. Первым критерием мы рассчитывали то, что улучшится взаимоотношение в семье. На первое место это ставили. Взаимоотношение с мужем улучшение. В взаимоотношении в процентном отношении все качества показали выше. То есть результаты по всем качествам были, по всем критериям. Но дело в том, что на первое место вышло, лучше узнали себя. То есть доказывает то, что человеку недостаточно знаний именно в различии психики между мужчинами и женщинами. То есть по некоторым вопросам, вот отпускала прям женщин, да, надо же, а я думала, что вот он меня не любит, а это оказывается свойственно, например, в психике мужского поведения. Кроме того, параллельно, ну, часть тех занятий, они перекликаются с тем, что я преподаю в Российской исламской институте. И там идут заочные группы. И очень многие даже, там тоже имамы приезжают, и последний имам из Перемии, он мне сказал о том, что вот я приехала к жене и рассказал, что когда мужчина забывает его, просит, это его нормальное свойство, там, например, он может забывать. Она говорит, она так обрадовалась. То есть на самом деле вещи есть, вещи на первом месте лучше узнать себя, и писали в ответах, я стала счастливее от этого. То есть от понимания того, что все оказывается хорошо, и у меня все в порядке, это очень способствует. То есть на первом месте вот сыграла роль. Затем был показатель, который мы не планировали, вышел улучшение отношений с родными, с родными. То есть способствует формированию нравственных качеств, улучшает родители с родителями. То есть взаимоотношения, ну, конфликтные отношения с детьми, с родителями влекут за собой причину конфликтных отношений в семье. Это тоже очень важно, и это вот решается. И, конечно, выявился актив на третьем этапе, есть актив, который продолжает приходить, консультироваться в дальнейшем. Поэтому, действительно, курс был рассчитан на 56 часов. Целью было повышение квалификации религиозных деятелей в области психологии. И мы использовали воспитательный, нашу целью было, на что мы опирались. Мы использовали воспитательный потенциал психологии, психологических техник, которые формируют. И очень важно, что мы адаптировали те техники, которые на саморазвитие. То есть человек в дальнейшем их сам может использовать, сам отслеживать, проверять. То есть, ну, таким образом он может быть сам себе психолог, ну, в кавычках. То есть это очень важно приучать. И вообще, если здесь уже, конечно, те, кто говорят, что психология не нужна, в основном это не специалисты. Потому что специалисты занимаются тем, что они смотрят, да, вот выбирают, адаптировать. Вообще причина очень многих проблем в том, что человек недоволен своей жизнью. То есть ему нужно формировать благодарность. То есть он должен быть благодарен. Несмиренность, когда не мирится с теми ситуациями, которые происходят. И человек не раскаяния, отсутствует человек, не видит только свои ошибки, видит причины. Ну, и многие другие вещи. Поэтому курс был популярен. Но это один только курс, да. Но мы не можем по нему прямо сказать, что все в дальнейшем планируется практиковать. И мне еще последнее, что я хочу сказать. Очень важно, вот мое мнение психологии, о котором самый первый вопрос задавался. Дело в том, что любая семья обречена, и любой человек обречен на успех, когда он развивается, идет вперед. То есть он должен развиваться, любая семья должна всегда развиваться. Для этого нужны знания. То есть поэтому есть такой хадис, что ищите знания от колыбели до могилы. То есть если знания психологии пригождаются для того, чтобы семья развивалась в лучшую сторону, нужно это обязательно использовать. Любую область для этого нужно использовать. Это мое мнение. Спасибо, Гуна. Вот есть такой острый вопрос, да, что какую роль, допустим, исламской психологии, вот эти курсы могут сыграть для стабилизации, допустим, ситуации в мусульманской среде. Может, вы на этом тоже остановитесь, потому что иногда возникают вопросы. Я как раз вот это и хотела спросить, да. Мы изначально же эти курсы и задумали, потому что дело не только в семье. Это здоровое общество, здоровые семьи, это здоровое общество. Если нет напряжения у людей, то и напряжения в обществе не будет. И вот в связи с этим у меня как раз вопрос, ну, во-первых, нашим разработчикам курса и к Рустаму Хазрату. Как вот вы видите в перспективе развивать вот это начатое наше дело, да, чтобы вот этот актив, о котором вы говорите, они тоже могли быть задействованы. И как их можно задействовать в работе с мусульманами? Это отлично, если мусульмане в гармонии с собой находятся. Но мы же знаем много примеров. Даже придя в ислам, люди ищут, и иногда эти поиски их могут завести немножко не туда. В свете происходящих сегодня в мире событий и в нашей стране есть очаги напряженности определенные, и какие-то деструктивные какие-то тенденции иногда, да, дают о себе знать, радикальные какие-то настроения. Вот есть у вас какое-то видение, как это можно было бы использовать в дальнейшем? Ну, извините, да, но мне кажется, что это, на самом деле, требует доказательства, то, что если у мусульман в семье все хорошо, то он уже, как бы, это влияет на все общественное. То есть это, мне кажется, вопрос, который еще стоит только, на самом деле, изучить и поднять. То есть если мы возьмем конкретные примеры, там, людей, я думаю, у них мы увидим и счастливые себе, и несчастливые люди. То есть это не факт, что человек, который куда-то не туда заблуждается, что у него в семье какие-то проблемы у этого мусульманинга. Да, согласна, Амар. Я бы не стала все абсолютизировать, конечно же, но это тоже очень значимый фактор, я все-таки думаю, в связи с этим. В рамках небольшой такой исследовательской работы, опять-таки, были исследованы и мамы различных районов. И там сравнивалось как раз-таки вот это вот то, что вы говорите, их отношения в семье, их отношения, когда они в мечети, и тогда, когда они находятся в толпе людей обычных, как мусульман, так и не мусульман. И пусть оно было небольшое исследование, это действительно совсем маленькая, скажем так, категория, но здесь было очень хорошо уже видно, что вот эти все вещи абсолютно не связаны. Нет, абсолютно. Если у человека хорошо в семье, то он показывал, этот, скажем так, категория людей показывала, что в отношении с обычными людьми или с немусульманами, они могут позволить себе то, что они не позволяют, опять-таки, дома. То есть, или, находясь в мечети, грубо говоря, пока у них тюбетейка на голове, они помнят о том, что как они должны разговаривать с людьми. Но стоит ее снять и выйти на улицу, то получаются совсем ужасные вещи. Вот это вот небольшое исследование, оно показало вот такую вещь. Концессу влиятельного поведения, да? Да, это абсолютно, вот это четко было у вас в мысли, я хотела вот это как раз подтвердить. Не зависит от того. Конечно, исследование, то есть, если мы статистику проведем, то у нас, к сожалению, мы живем в очень интересное время, постсоветское пространство, когда у нас больше половины имамов, они религиозно неграмотные. Поэтому подобные исследования, которые делаются, они, наверное, чуть-чуть статистику будут давать неправильную в нынешнее время. Мы будем надеяться на то, что действительно священнослужители, они имамы, они религиозно, как здесь говорилось про адап, да, что они будут везде одинаковыми. Что он будет в мечети, что он будет в тюбитейке, что он будет где-то с семьей или что он будет где-то в обществе. И, к сожалению, мы это можем наблюдать, да, когда даже некоторые наши абустаила Радос, которые посещают мечети, когда она разговаривает с имамом, она прикрывается, стесняется. Ее же мы можем видеть в обществе, когда она может себе позволить вольности. Но это все-таки, наверное, у нас отсутствие этики, отсутствие взаимоотношений, отсутствие, наверное, того правильно религиозного багажа, о котором здесь говорилось. И семейная проблема, возвращаясь к вашему вопросу, семейная проблема, она актуальна ныне не только в мусульманском обществе. Так как мы, расширяя, да, так как мы не живем где-то отдельно на Марсе, мы в обществе, где многонациональная, многоконфессиональная наша страна, и вопрос семейных отношений, вопрос разводов, вопрос, когда приводят статистику, что у нас в Российской Федерации более 700 тысяч детей-сирот, и большинство из них при живых родителях. То есть это общая глобальная проблема, это и христианство, и мусульманство, это общая наша, общечеловеческая проблема, где действительно мы, как мусульмане, должны через призму ислама на это смотреть, да, светский человек через какие-то светские взгляды на это должен смотреть. И здесь вот действительно вы, психологи, должны помочь нашему обществу стать действительно достойными членами этого общества, чтобы наши женщины, они были женщинами, чтобы наши мужчины, они были мужчинами, были отцами. Они так, я просто назову это трусостью, когда у тебя рождается ребенок, и ты как отец его оставляешь в доме малютки, оставляешь его в роддоме, это трусость этого человека, хотя он и рожден мальчиком, им трудно назвать мужчиной. Вот здесь психологически именно подобные курсы, они должны быть не только в масштабах, еще больших масштабах, чтобы действительно наше население, оно все-таки в семейной психологии поднялось на тот уровень, который был у нас в дореволюционной России, да, и в общем в мире, да, чтобы вот эти новые веяния, которые противоречат как и мусульманству, так и христианству, и всем остальным традиционным верованиям, чтобы наша молодежь не шла туда. Вот здесь нужна ваша помощь психологов, и здесь подобные курсы для абасаев, для имамов, для простых людей, они должны быть масштабироваться, увеличиваться и увеличиваться, даже на днях поднимался вопрос, даже чтобы в школе вести уроки семьеведения, да, то есть, чтобы детишки наши, они понимали, или до заключения брака в ЗАГСе, чтобы они проходили какой-то курс, да, чтобы они понимали, что брак это, не просто, это действительно жизнь, на всю жизнь, когда приводят статистику, родители, я извиняюсь, конечно, еще платят кредит за свадьбу, а молодые уже не сошлись характерами, до этого, понимаешь, без никах, а без свадьбы, они пять лет сходились характером, да, а сейчас вот здесь не сошлись, здесь вот огромная ваша помощь нужна, чтобы через разные рупоры, через курсы, через имамов, через абасаев, нам нужно решать эту проблему, потому что это очень страшная вещь. Да, поскольку, поскольку все начинается в семье, действительно нужно заниматься психологией семейных отношений, потом, значит, смотреть, как это будет в детском саду развиваться, в школах, потом в институт, и, то есть, поскольку мы живем в поликультурном обществе, здесь тоже важно заниматься моментом принятия других, то есть, вот нельзя ограничивать, что мы мусульмане, и мы вот только вот в нашем мусульманском мире, как эта мусульманская психология, то есть, это вот, даже вот исследование, мы сейчас как раз занимаемся этим вопросом, принятие другой культуры, насколько мусульмане принимают других, и оказывается, что есть такие вот тенденции все-таки вот к замыканию, да, к замыканию, если мы говорим там про процесс оккультурации, это называется сепарацией, когда одна нация отделяется от другой нации, и здесь как раз вот эти образовательные процессы, они помогут расширить ментальность. Вот это вот четкое видение, что я другой. Но человек может принять другого, другую культуру, когда у него внутри ядро здоровой личности. Самориотификация понятная. Идентичность. То есть у него есть самориализованность, у него есть чувство самодостаточности, в семье все хорошо. И тогда вот человек внутри наполняется, в семье. То есть семья получается как некая такая тихая гавань, где человек, скажем, любимый принят. И он уже идет в мир и реализует все свои задачи. Вот если мы выстроим такое общество, то есть все усилия свои направлены на это, то тогда, наверное, будет хороший результат. Спасибо, Анна Джанвардовна. У меня в связи с этим вопрос к Рустаму Хазрату. Мы планируем, мы много делаем совместных мероприятий с вами. У нас при ресурсном центре по развитию исламского, исламоведительского образования есть экспертный совет, куда входите вы, в частности, и другие представители Духовного управления мусульман. И вы присутствовали на наших курсах, выступали перед нашими слушательницами. И у нас очень много совместных проектов. И без такой совместной работы вообще невозможно выстраивание вот всего того, о чем сейчас говорилось. И в связи с этим вопрос к вам. Впоследствии, допустим, привлечения тех же наших слушательниц активных, волонтеров, которые готовы на общественных началах помощь свою предоставлять, можем ли мы как-то с Духовным управлением выстраивать деятельность в этой сфере? Пожалуйста, используйте нас, они говорят. Мы готовы приносить пользу обществу. При мечетях, при заключении Никахов. У нас представителей ЗАГСа сегодня нет, к сожалению. Они были на круглом столе, который мы проводили. Но, тем не менее, у нас уже с ними переписка идет в этой части. Может быть, при заключении браков какая-то совместная работа. Или при разводах, предварительно конституционная какая-то работа с молодоженами. А может быть, у вас еще есть видение более конкретное, вот в каком направлении мы могли бы объединить наши усилия конструктивно? Вот это, само собой, когда мы все помним нашу детскую притчу, когда родитель, отец дает веник, и они по одному переломали. Когда дает целый, дети не могут сломать. И все вот эти болезни современного общества, действительно, мы, собравшись в единый кулак, собравшись в единый веник, мы вместе должны идти вперед. Потому что сейчас на законодательном уровне даже поднимаются те вопросы развода, как вы сказали, чтобы увеличить от 10 дней, увеличить до 3 месяцев. Что как раз согласно исламу, что срок аиды, срок развода увеличить. И вот здесь нужны подобные, наверное, более правильными медиаторами, наверное, можно назвать, чтобы молодых как-то сблизить, чтобы они жили. Потому что ислам же что говорит, если возник процесс развода, то супруга, она должна жить в доме у мужа, и муж ее полностью обеспечивает, чтобы уйдя, чтобы, возможно, был за этот срок шанс, что они помирятся, и все будет дальше. Поэтому мы всегда согласны, проводя Абастай Ларблен, которые прошли через курсы, определенные собеседования, привлекать. Нужно это. По одному лебедь, щука, рак не получится. Мы в едином государстве, мы дети одного народа, и мы должны идти вперед вместе. Рахматыр Штамхазрат, спасибо. И я сейчас хочу обратиться к Фриде, к нашей гости, да, Хасановой. Я говорила, Фриде, опыт в исламе, причем такой очень активный опыт, и общественной деятельности в том числе. И вы много знаете примеров, когда действительно люди в поисках истины и правильного-правильного образа жизни, ну, так случается, что заблуждаются, да, иногда. И вот как вы видите, каков потенциал вообще семейных отношений, гармонии в семье, чтобы быть профилактикой вот негативных таких, да, конструктивных явлений? И ваше видение... И связано ли это вообще, да? И связано ли это? Как вы это понимаете? Ну, да, это мое субъективное мнение наверняка будет, да. Просто добавлю, да, вот иншаллах, если мы это все будем делать, да, Аллах направит нас и сделает результат такой, который мы даже не ожидаем. Я думаю, если мы эти усилия будем прилагать, и будут хорошие результаты, что с стороны профессиональных психологов, что с стороны имамов, да, потому что даже когда мы в школе учились, на самом деле таких предметов, или, например, с родителями, такие темы, как семья, замужество, мы вообще не разговаривали. И на самом деле на сегодняшний день нужно нам вот это знание давать. А семья, на самом деле, очень большое значение, с моей точки зрения, да, имеет именно в том плане, чтобы люди не искали себя, например, дети молодые, у которых еще кровь горячая, куда-то хочется себя реализовать, чтобы они искали себя не в обществе, у друзей на улице, да, а именно в семье. Спрашивали у отца, у мамы, как ты думаешь, чем мне заниматься в будущем, например, да, как ты меня видишь, какие ты мне советы можешь дать, чтобы самыми близкими друзьями были именно родители, ну, или родственники, да, у кого как получается. Вот. И, естественно, родители будут давать советы, чтобы ребенок себя реализовал именно в этом обществе, как специалист, например, в любой сфере, да, женщины там в своей сфере, мужчины там в своей сфере. И будут давать советы такие, чтобы ребенок создавал семью, заботился о своем будущем поколении, развивался в исламе, учился, ну, вот, но не уходил в какие-то радикальные группировки, не уходил там куда-то за границу тратить себя. Да, да, естественно, эти советы могут дать только люди, которые хочут, как бы, я не понимаю, конечно, честно, да, но может быть развалить это общество, да, может быть какие-то вот такие цели, да. Ну, естественно, молодежь, если она эти ответы не увидит в семье и не сможет их задать, он никому пойдет, да, к сектантам. А я хотела спросить, только в семье ли можно найти эти ответы? Мусульмане, ведь они, наверное, ну, мы же постсоветское общество, и поэтому вряд ли в семье пока что можно найти ответы на вопросы, которые религиозное сознание, да, задает. Но на сегодняшний день только в семье, но, конечно, вот, как практика показывает, изначально подходишь к мечеть, к имамам, но из-за того, что имамы, на самом деле, неграмотные, в основном не освящены вот этой глобальностью, этой проблемой, хотя она очень сейчас глобальная, изначально молодежь подходит с этим вопросом к имамам, имамам говорят, это политика, мы эту тему не хотим с вами обсуждать. Они сидят в мечети, к ним подходят очень такие... Вербовщики. Вербовщики, да, очень заинтересованы в, как говорится, душах этих людей, да, и они, естественно, их располагают и объясняют им, да, его, как бы, перспективу, его, как бы, ближайшее будущее, смотрите, как он будет светлый, там, например, в этом же халифате, да, вот в Сирию, давайте поедем, давайте мы вот эти... Посмотрите на этих детей, посмотрите на эту несправедливость, все, и ребенок, на самом деле, не найдя ответы, а тут четко ясно, тут вроде и шариат там... Справедливость. Да, и справедливость, и на самом деле, молодые люди, оказывается, у них есть повышенная потребность справедливости, да, они это все хотят, и все, и уходят, на самом деле. Вот это радикальные группы, это как, как СПИД, я на сегодняшний день думаю, это как болезнь очень серьезная, очень актуальная проблема, которую нужно решать. Спасибо, Фрида. А у меня к вам такой вопрос, такой личного характера, вы уж извините. Вы человек очень неравнодушный, я вас знаю уже, да, достаточно времени. А вот как вы видите свой личный вклад, вот вы прошли эти курсы, и мы вас тоже видим в числе вот этих, как вы назвали, резервы, или как вы назвали, активистов? Актив. Да, в числе нашего этого актива мы вас тоже видим. А вот как вы видите, в каком направлении дальше можно работать? Я думаю, что большую роль именно в этой проблеме, которую я осветила, играют женщины. И я хочу дать, поделиться своим знаниями и опытом, и обучить активную прослойку мусульманок именно тому, чтобы они могли давать ответы, например, на своих лекциях, потому что и женщины будут задавать эти вопросы, и молодые, и напряженные про своих мужей, ну, любую сферу взять. Вот я думаю, в этом поделиться своим знаниям, опытом, и как-то обезопасить. Иншаллах, я думаю, Аллах услышит наши усилия, объединившись, будут хорошие результаты. Спасибо. Спасибо, Фарида. У нас мой коллега здесь присутствует, мой молодой коллега, Ренат Мазаферов. Ну, самое главное, наверное, то, что Ренат был организатором этих курсов. И основная нагрузка по организации курсов по подготовке семейных психологов, с учетом традиции исламской этики, основная нагрузка легла на плечи Рената. Он в тесном контакте был со всеми организаторами, со всеми участниками. И, о чудо, лед тронулся, и наш Ренат теперь стал семейным человеком, буквально спустя совсем небольшое время после того, как завершились наши курсы. Ренат, это мое субъективное мнение, или все-таки действительно курсы на это повлияли? Как ты думаешь? Как сказать? Ну, надо заметить, что все-таки курсы очень важны, нужны. Но женился я не потому, что их прослушал, а потому, что пришло время, и так оно все совпало. Прослушав, ну, не то, что, наверное, прослушав. В целом, хочется сказать, что люди разные, мусульмане, не мусульмане, люди разные, и единого шаблона не отдавать. Вот только так, только исламская, мусульманская психология. Если человек понимает через аяты и хадисы, надо ему говорить аяты и хадисы. Если он понимает через какие-то западные тренинги всевозможные, какие-то там личностного роста, ему надо подавать информацию именно в этом русле. Но какую? Я считаю, что мы все должны направить наши усилия на, на самом деле, культивацию высоких моральных качеств. Потому что верующий он, не верующий, вне зависимости от этого, все люди хотят жить в здоровом, счастливом обществе. Но для этого нужно нам культивировать, опять-таки, высокие, в том числе, исламские моральные качества. И я думаю, что это на сегодняшний день приоритетное направление как религиозных деятелей, так и ученых, и всех тех, кто неравнодушен к нашему обществу, к нашему государству, к нашей Родине, там, где мы живем. Спасибо. Спасибо, Ринат. Я от души желаю вам счастья в семейной жизни. Это очень актуально. Вы еще молодожены. И я очень рада за вас. Это искренне. И я хотела бы напоследок задать вопрос Лейле Ильдусовне. Лейла Ильдусовна, вместе с тем, что мы коллеги, ну и руководители рабочей группы ресурсного центра по развитию исламского и исламовического образования. И самые главные идеи возревают вот в этой нашей совместной лаборатории под вашим чутким руководством и умелым организаторством. И в связи с этим, вообще, как вы считаете, в правильном ли направлении мы движемся? И как вы видите перспективы дальнейшей работы? И не только касаемо психологии. Мы же много что еще делаем. И может, вы вот в целом скажете и об этом тоже. Действительно, наш центр занимается исламским образованием. И иногда возникает цель этого центра в том, чтобы как раз проводить такую политику в области исламского образования, чтобы ислам развивался в конструктивном направлении, чтобы он был направлен на развитие нашего с вами общества. И как раз мусульмане вкладывали свои смыслы и свое понимание в развитие именно этого общества. И были заинтересованы в том, чтобы мы и мусульмане, и не мусульмане мирно жили. И здесь действительно есть курсы, как направленные и на профилактику каких-то радикальных движений. Но я считаю, что очень важное направление нашей деятельности это и создание площадки, где мусульмане могли бы обмениваться мнениями, где могли бы высказываться, где могли бы вести активную жизнь, поскольку иногда просто активные мусульмане не знают, где применить свои знания, умения, свою энергию. И я считаю, что вот эти курсы, то есть активные женщины, мусульманки, которые хотят принести пользу, они именно у нас получают эти знания, которые мы смогут дальше распространять. Иначе могут быть другие заинтересованные лица, которые могут использовать эту мощную, удивительную потенциальную энергию на совсем другие цели. Поэтому я считаю, что наш центр занимается, в том числе и семейной психологией. И мы устраиваем различные круглые столы, обсуждаем самые острые темы, которые волнуют мусульман, приглашаем иногда не самых желательных людей в медийном пространстве, пытаемся дать слово всем мусульманам, самых разных толков, потому что муфтият, например, не всегда может всем дать слово. У нас в университет академическое учреждение, где мы можем всех выслушать и устроить такую полемику. И если что-то действительно отклоняется или может принести вред, мы можем это совместными усилиями этого же самого человека возможно и направить, и показать ему другие стороны, которые он до этого возможно просто не видел. И не только мусульман причем. И не только мусульман, да. Кстати говоря, я думаю, что наш центр еще очень большую роль играет в том, чтобы у нас не было в обществе исламофобии, потому что ислам показывается с самых разных потенциальных конструктивных возможностей. И я думаю, что для немусульман это тоже очень важно понимать, что рядом живут мусульмане, что они тоже часть этого общества, что их потенциал способствует в том числе и их немусульман благу. И я еще не знаю, насколько это будет в контексте того, что я сейчас в вашем вопросе, просто я знаю, что передача подходит к концу. Хотела бы добавить, что мы с вами не должны забывать о татарском, богословском наследии в области семейной психологии. У нас ведь есть прекрасное произведение Мусы Бегеева, женщины в свете благородных аятов Корана, где Муса Бегеев, наверное, я не знаю, я знаю всю эту мусульманскую литературу по поводу женской проблематики, я нигде ни у кого не встречала такого трепетного отношения к женщине, как у Мусы Бегеева. И я думаю, что нужно действительно вот эти фрагменты как можно больше распространять и среди мужчин-мусульман, потому что то, что если трепетно мужчина относится к женщине, то женщина не может ответить на эту трепетность. И Муса Бегеев смог вот в этом небольшом произведении это донести до нас. У нас есть произведение Резы Дина Фахреддинова, где он тоже очень подробно говорит, несколько, правда, в ином ключе. Бегеев мне намного больше ближе. Я просто хотела бы призвать, может быть, наш Муфтият, чтобы вы объявили какой-то конкурс среди современных богословов татарских, да, как они видят проблемы, женщины, семьи, вот какой-то богословский трактат написать. Дело в том, что начало 20 века, начало 20 века, наше время требует других ответов, других вопросов. Может быть, еще и вот на это обратить внимание, чтобы у нас новый, ну, Муса Бегеев написал новый трактат о женщине, о семье вот в наше время. Да, только остается пожелать, чтобы были наши во времени Мусы Бегеевой и Резы Фахрадзилы, чтобы они были, конечно, жанши. Постолько, поскольку, не знаю, как это войдет в кадры, это будет или за кадром, да, постолько, поскольку вот семья ислама, это все-таки у нас междисциплинарная, да, психология плюс ислам. И вот людям, которые хотят работать в дальнейшем с людьми, постолько, поскольку я являюсь директором научно-образовательного центра переподготовки специалистов, которые работают с людьми, и знаю, насколько работа сложна, то есть и знаю, что у человека должна быть поработана личная проблематика, да, то есть вся эта работа с людьми должна проходить под чуткой супервизией, должна быть теоретическая подготовка, должно быть наработано огромное количество практических часов, прежде чем приступить к работе с людьми. Пожалуйста, то есть у нас есть на это все возможности, или мы будем объединяться, или как-то дополнять друг друга, да, но чтобы люди, которые приступают к работе с людьми, они знали, насколько это ответственно, потому что человек, который прошел курс 72 часа, он может вести только просветительскую деятельность, то есть он не может себя называть специалистом, то есть об этом нужно говорить, иначе скажут, каких вы специалистов вы готовите на базе Казанского федерального университета, да, вот, а у нас там, то есть требования к специалистам очень высокие, то есть человек должен поработать несколько лет с людьми, то есть пройти вот эту интернатуру для того, чтобы заявить себя специалистом. Редактор, хотел, да, добавить, потому что вот даже сегодня, да, мы с вами прошли вот эту дискуссию, и я увидел то, что очень нетрепетно относимся к терминологии даже, потому что каждый, а вот вы знаете, слова это все, вот вас услышат, увидят, и, например, вы сказали, исследовательская работа, да, проведена, и выявила то-то. Для человека-то это все, он подумает, что это было прям вот все, да, исследовано, там, 90%, там, то и все. Очень надо быть осторожным в терминологии. И вот как раз, да, когда вы говорили о том, что вот этот актив, да, Дум-РТ использует, поймите, Дум-РТ же это официальное, да, и если этих людей использовать, это станет официальным. Вот поэтому вот мы всегда должны вот эти, на мой взгляд, да, помнить, и вот правильно был призыв, что вот если мы кого-то используем, да, мы должны их очень хорошо подготовить. А если, это не говорит о том, что вот все, эти люди, их нельзя использовать, их можно использовать, но обязательно надо просветить здесь. А он же вот взял, получил сертификат, вы понимаете, он теперь думает, все. И еще один момент очень важен, на мой взгляд, когда мы говорим о неких курсах, да, вот слово психология лучше убрать, прятать. Надо больше призывать к семейным ценностям. И вот через это, понимаете, потому что вот, опять же, да, вот мы же помним о том, что имамы к этому так относятся, да. Увидел слово психология, все, враждебно. А если это обыгрывать внутри, потому что психология же очень важна как инструментарий. Нельзя инструментарий выводить на первый план. Вы забудете, для чего это все. Рамиль, я хочу добавить, очень интересно. Надо цель поставить, да. А инструментарий... Я думаю, это отдельный вопрос, причем вот у нас, например, есть иностранные студенты, среди них есть узбеки, мы начали работать с ними, да, то есть с узбеками, тоже у них свои определенные сложности. И независимо от национальности, когда говоришь слово психология, идет смех, да, поскольку, ну, то есть психика, это значит, я психически ненормальный, да. Поэтому это отдельная просветительская деятельность по отношению к психологии, которую также нужно делать. То есть менять сознание людей, что психология, то есть человек высокоразвитый, высоконравственный, он, как и обычный человек, идет к стоматологу, да, то есть к психологу, там, ну, то есть и к другим специалистам для того, чтобы решить определенный круг задачи. Зефахан, и как вот вы видите, вот журналисты наши, нынешние, те, кто работают с информационным пространством, что в этом направлении можно сделать? Спасибо за вопрос. Я являюсь преподавателем, та же являюсь человеком, та же являюсь женщиной. Поэтому у меня своя семья. То есть мы с мужем уже в 36 лет, 37 год. Что я хочу сказать? В семье самое, что такое семья? Семья – это очаг. Очаг, где самое важное, самое главное – это любовь и взаимопонимание. Если в семье нет взаимолюбви, взаимопонимания, и начинается, вот именно женщина начинает свою, к точку зрения какие-то начинает выставлять, а мужчина – своей точки зрения. Если здесь не находят общую точку зрения, здесь вот именно необходим психолог. То есть психолог должен разъяснять уже, как нужно понимать, каким образом приходить вот к единому мнению. Естественно, в семье это объединяющим являются и дети. Потом уже возрастает что-то иное. Вот это взаимолюбовь, взаимопонимание. В дальнейшем возрастает уже что-то иное. То есть человеком, которым ты живешь долгое время, он становится настолько родным, настолько близким, что ты никак не можешь думать даже минуту без него. Поэтому, естественно, если… Вот у нас в исламе, мы точно, мы вот уже говорили, предыдущие ораторы, то, что в исламе Коран, хадисы дают очень много разъяснений. То есть можно найти на все вопросы, и семейные в том числе. Но нужно здесь понимать то, что в ислам приходят, во-первых, люди разновозрастные категории, да. То есть люди приходят в разном возрасте. И также в исламе находятся по разному времени. То есть временный масштаб еще здесь очень важен. Поэтому кто-то понимает так, как на самом деле написано в Коране, а кто-то понимает совершенно по-другому. Поэтому здесь тоже необходим психолог. То есть я хочу сказать, что в исламе психологи нужны. Мы, являясь преподавателем, очень часто подходят люди, ученики, учащиеся, подходят и спрашивают, потому что взрослые люди, семейные люди у нас учатся, и разная категория, возрастная категория, и также национальность тоже совершенно разная. Поэтому здесь зависит еще на национальность. Потому что в национальности тоже есть свои правила, свои какие-то нравственные правила. Поэтому учителю тоже приходится быть как психологом. То есть отвечать на многие-многие вопросы, даже относящиеся именно к психологии. Я считаю, что психологи необходимы тоже в исламе. Спасибо большое. Спасибо, Зефа Хану. Потому что вы говорили об отношении к своей второй половине в семье. Я поняла, что у вас очень удачная модель семейных отношений. И я просто всем бы пожелала, вот именно, чтобы так у нас всегда у всех и складывалось. Ну что ж, Амар, мы приходим к завершению нашей передачи. Ты как человек, которому еще предстоит получить этот опыт. Какие ты выводы извлек из нашего разговора? Может, поделишься? Ну, в очередной раз, во-первых, убеждаюсь, что на любой вопрос необходимы разные взгляды, да? И с разных, как было сказано, ракурсов посмотреть. И то, что мы сегодня посмотрели вроде бы на одно и то же, и вроде бы с изначальной установкой, что вот как бы цели и задачи одинаковые, но все равно взгляд с разных сторон показывает в очередной раз важность развития, вот умения анализировать с разных сторон. Да, не знаю, как-то вот такой сама в себе замкнутая фраза получилась. То есть то, как увидев с разных сторон, еще раз убеждаюсь в том, что как это важно видеть с разных сторон. И поэтому спасибо вот нашим участникам, то, что мы так все это смогли все-таки сделать. Да, можно посмотреть еще более шире, да, можно сузиться до какой-то одной стороны и посмотреть. Но самое важное радует, что как бы понятно, что у семьи есть свои задачи, есть свои цели, да, и как и для того, чтобы человек был счастливый, и как ячейки общества, да, и как бы обязанности семьи перед обществом. И все это неразрывно связано с тем, чтобы каждый человек непосредственно сам развивал себя, и через развитие себя развивал гармоничные отношения своей семьи, а через развитие гармоничных отношений своей семьи развивал уже гармонично наше общество. И в очередной раз мы приходим к такому вроде бы простому выводу, но который раз и раз открывается для меня заново, это то, что в любом случае мы должны начинать с самого себя, и развитие самого себя, в этом кроется огромный подстал для развития окружающего. И только в таком случае есть шанс находить ответы на вопросы, которые были всегда. И вопросы, которые становятся актуальными. Спасибо вам, что были с нами, спасибо всем участникам. До новых встреч! До новых встреч!